За ненадлежащую организацию и отсутствие контроля за производством работ по проектированию, изготовлению и монтажу музейной экспозиции в Парке Победы, а также за получение к сохранности материалов для этой же экспозиции. С такой формулировкой и по сути волчьим билетом была уволена директор Череповецкого музейного объединения Екатерина Антипова. Взрыв, который прогремел 7 мая в Парке Победы, унес жизни двоих череповчан. Одним из них стал художник-конструктор Антон Фокин, другим сварщик Андрей Кузнецов. С решением об увольнении экс-директор Чермо узнала от журналистов и с того момента стала добиваться восстановления в должности. Подала в суд на мэрию, рассказала, что музейное объединение лишь разрабатывало дизайн-проект будущей инсталляции. Все остальные работы должны были выполнять другие. Получение учета с сохранностью материалов для экспозиции было поручено согласно протоколам совещаний на управление по делам культуры. Соответственно, на Антипову возложили обязанности и уволили за то, что она не должна и не могла, и за то, что ей не поручалось. Кроме того, экс-директор музейного объединения говорит о том, что не знала, какие работы проводил художник Антон Фокин в Парке Победы. Более того, дизайнер работал в неурочное время. Антон Фокин был оформлен на полставки. Его рабочий день начинался в 14 часов, завершался в 18. Трагедия произошла в начале второго часа дня, и, соответственно, никаких нарядов допусков, разрешений, инструктажей с погибшим не проводилось. У представителей мэрии мнение прямо противоположное. Именно отсутствие всех необходимых документов и послужило причиной увольнения. Мы говорим только о нарушении Ансиповой, о неучете ценностей, о неоформлении документов при вывозе этих ценностей и при подготовке инсталляции, о необеспечении безопасности работ, если она направила своего работника создавать эту экспозицию. Ценности – это не взрывоопасные предметы для экспозиции на бумаге, а по сути снаряды, один из которых и сдетонировал во время сварки. Сегодня были выслушаны свидетели. Специалист по охране труда Чермо пояснила, что инструктаж Фокину не проводился, потому что никто не знал, что художник работает над этим проектом. Не проконтролировала работу и непосредственный руководитель погибшего, менеджер по маркетингу Анастасия Степанова. Уверяет, что, как и остальные работники, была просто не в курсе подготовки экспозиции в Парке Победы. Я прочитала, что собираются открыть Парк Победы, но, собственно, у нас много чего было, но я на самом деле не обязана. А вы знали, что вообще музейное объединение занимается? Нет. Свою проверку провела и трудовая инспекция. Специалисты также выявили ряд существенных замечаний в организации и подготовке той самой экспозиции, работа над которой унесла жизни людей. Почему он стал работать с предметами, которые не были нигде не учтены, а он их самостоятельно привез с территории базы Ирдоматки и начал с ними работу по созданию инсталляции? Это раз. Во-вторых, если вы видели, что инсталляция, она имеет центр тяжести вверху, не было ни предусмотрено никакого ни фундамента, ни еще какого-нибудь основания, чтобы эта инсталляция не упала. И в конце концов, не привела к частному случаю другими какими-нибудь посетителями парка. Городской суд подтвердил законность увольнения Екатерины Антиповой. Судья принял решение отказать экс-директору музейного объединения в удовлетворении исковых требований. Павел Панов, Лена Тойванин, Новости.